Два месяца проливных дождей или палящего солнца. Такие капризы природы возможны лишь в искусственной камере погоды. Это далеко не единственный ноу-хау регионального центра инжиниринга. Он оснащен уникальным оборудованием для высокоточных измерений и испытаний. С помощью этой уникальной камеры можно увидеть, как ведут себя в разных погодных условиях бумага, древесина, кожа, пластик и другие материалы. Это отличная возможность для компаний и производителей проверить качество своей продукции. Это прибор для испытаний на светопогоду. Тут возможно имитировать температуру, влажность, а также имитация дождя. То, что мы можем долговременно испытывать где-то на природе, на улице, тут занимает в этом приборе гораздо меньше времени. В этих камерах соляного тумана измеряется степень стойкости коррозии самых разных изделий из различных материалов. А здесь проводятся ударные испытания с падающим грузом. С помощью этого оборудования можно измерить энергию разрушения. Агрегат также применяется для определения свойств различных пластмассов при ударе. Результаты испытаний интересны производителям изделий и материалов. С помощью этого микроскопа-твердомера изучается твердость материалов и пластика. Оборудование было закуплено при поддержке Министерства экономического развития Самарской области, а также Министерства экономического развития Российской Федерации. То есть здесь в его создании лаборатории принимали участие как федеральные, так и региональные средства. И география компаний, которые обращаются к нам за услугами, она растет. На сегодняшний момент это компании, которые работают в соседних регионах, Ульяновская область, Татарстан, Башкортостан, Мордовия. Сегодня этот инжиниринговый центр один из лучших в России по поддержке малого и среднего предпринимательства. В начале этого года произошла настоящая перезагрузка его деятельности. Теперь начинающие компании любой формы собственности могут получить здесь целый комплекс услуг. Это проектирование, оснастки и оборудование, 3D-сканирование, физико-механические и климатические испытания, высокоточные измерения и многое другое. РЦИ является партнером Сколково. Мы являемся сертифицированной лабораторией фонда Сколково. И здесь получают услуги в том числе участники экосистемы Сколково. И сейчас мы чуть-чуть расширяем наше видение по услугам и по масштабам. Центр проходит валидацию группы Ремен-Ниссан. Региональный центр инжиниринга – структурное подразделение Самарского областного центра инновационного развития и кластерных инициатив. Деятельность центра помогает предприятиям малого и среднего бизнеса быстрее откликаться на требования рынка. Благодаря широким исследованиям, компании и производители точно знают, какие материалы закупать для изготовления своей продукции. Они уже не ошибутся с выбором. А это сотни миллионов сэкономленных рублей. Значительных результатов добиваются и резиденты технопарка Жигулевская долина. Один из них – компания «Имбиолаб». Она занимается разработкой продуктов и услуг в сфере медицины. В этом году компания выпустила новый продукт – лактоспрей на основе живых лактобактерий. Они образуют биопленку и не дают вирусу прикрепляться на слизистые оболочки организма. А еще лактобактерии вырабатывают молочную кислоту. Она препятствует размножению вирусов и патогенных бактерий. Так, спрей помогает повысить местный иммунитет носоглотки. В состав входит 5 видов штаммов лактобактерий в дозе 10-9, то есть в 1 миллиарда на 1 миллилитр. Также туда входят растительные моносахариды и вода. Я участвовал в формировании его состава, а также в исследованиях непосредственного участия. Общался с врачами напрямую, узнавал у пациентов и искал информацию, читал зарубежную литературу. В общем, составлял анализ. В конце июля были закончены двухмесячные клинические исследования препарата. Они проводились на медработниках в разгар эпидемии коронавируса. В ходе испытаний было отмечено снижение заболеваемости COVID-19 на 21%. Это доказало клиническую эффективность лактоспрея. Технопарк Жигулевская долина уже приносит ощутимую пользу жителям региона. Но это только начало. Большую поддержку технопарку оказывают федеральные и региональные правительства и глава региона Дмитрий Азаров. Впереди у резидентов Жиг Долины реализация самых амбициозных планов. А значит, вскоре мы узнаем о новых открытиях талантливых и амбициозных ребят. Юрий Соколов, Михаил Цуркин. Программа «Обозреватель».